Друзья, всем привет! Ну что, вот и начинается, вот и начинается наш путь из Кракова в Киев. Уже показали, как мы долетели из Абу-Даби. Посадили с вами два отеля. Сейчас мы в Матейко, а тут были два дня. И вот, без идти 12, мы собираем все наши вещи. Прекрасный вид, прекрасный отель, прекрасный номер. Наташа уже одевается. Так, все оставили чистенько, все нормально. Как и должно быть, в принципе. В принципе, одеваем курточки, берем вещи и идем сейчас уже выходим. И будем оставлять вещи в специальном отсеке, в специальной комнате. И у нас еще до автобуса 5 часов. Пойдем погуляем с вами обязательно. Надеемся, уже в галерее Краковская походим, посмотрим, что есть, что интересного. Какой-то шоппинг может сделаем. Наташа говорит, да дальше, мы тогда закрывать не нужно. Назять сумки, да мы что, какие-то вещи купим? Ну, в общем, Наташа настроена оптимистически. Вы с нами, мы с вами. Все, спасибо за переживания. Ставьте лайки и, надеюсь, скоро мы будем в Киеве. Так, друзья, погуляли мы немножечко, сняли вам пару видео. Но потом посмотрите, вот уже мы забрали вещи. Покажи, что купили. Купили такого точно, чем пригодится в дороге. Нурофен. Вот, тут сейчас рюкзак спакую. Сумка Наташина, рюкзак. Наутбук. Бананочка. Сейчас еще в Карифории еды возьмем. Ну, и потихоньку будем уже к автобусной станции идти. И тут идти минут пять. Ну, мы, наверное, пойдем минут пятнадцать, потому что тяжело с вещами. Ну, народ, тяжко ваш. Пошли минут десять. Совсем гаммозом. Ну, очень тяжело. Но Наташа в Карифории сейчас выберет себе. Оставит всю еду. И я зайду уже тоже выберу себе и уже потом купим. Вот тут готовая еда в Карифории есть. Вот наши вещи. Просто ели доперли. Чемоданы неподнимаемые. Просто автобус уже через... Автобус у нас 35 уходит через час 15. Хотим еще бублики взять вот там вот. Но там бублики по 4,10. Аж не по 2,5, а по 4,10. То есть по евро. Так можно было, условно, полтора на евро, так один на евро. Ну, короче, вот Карифор. И мы здесь закупаемся едой на отъезд. Ну, че, народ, на вокзале уже дотащились. Блин, там где посидеть только солнце. Наташа там не хочет сидеть. Пошла смотреть, может, есть какие-то места на улице. Вот, ели дотащились. Рука уже болит тянуть. Это капец, конечно. Не знаю. Хотели показать все, что мы купили. И, Наташа, теперь уже полная сумка была пустая. Просто там и колбаски, и булочки, и все. Не знаю. Сейчас, может, покажем. Может, нет. Нам поставили вещи, но здесь солнце. Не сядешь особо. Наташа что-то хотела на улице посидеть. А я пока стояла в очереди с этим 10 годах нашла. Вот так вот бумажные 10 годах. Неплохо, кстати. Что вам сказать? Вот тут эти бутерброды запакованы. Здесь водичка, булочки. Такое купили. До Перемешла. Вот, колбаску купили. Вот, дробови такую. И такие колбаски еще. Вот. Так что, земляков уже побачили. Вот уже вышли. Наше направление называется Медыко. 15-й куп. Сликсбасс. На Марсель стоит. Мы ждем здесь уже. Уже люди стоят. С какой-то женщиной познакомились. У нее не гораздо сликсбассом были. Так что наши уже вещи здесь. Как-то будем запихивать, забрасывать. Посмотрим. Покажем. Надеюсь, сликсбасс не опоздает. У нас 17.45. И должны быть мы в 9.10. В Шемысле. Он же Перемешаля. Поезд у нас 23.30. Все, народ уже в автобусе. Думала, много будет людей. Не вообще. Над багаж другой стороны стоит. Все. Места есть. Не как в прошлый раз, что нам места меняли. Даже вот туалет. Интересно. Вот туалет, кстати, есть. Работает. Толстенько. Людей мало. Пока сумки сюда кинули. Еще одна основка будет в Ржешеве. Вот Наташа уже сидит. Все. Уже готова ехать. Это Флипспас. Друзья, все шикарно. Все вовремя. Наташа вон одна сидит. Классно. Вот. Ручку подняли. Все отклоняется. Людей мало. Все. Я тоже одна сижу. Хотя у нас билеты вместе. Автобус пустой. Но еще раз ближайший выпуск. Вообще классно. Сейчас на улице очень жарко. А тут прям прохладненько. Классно. Поехали. Вперед. В Шамусы. Домой. Ну что. Смотри, Наташа улыбается. Уже забежали. Стали в очередь. Мой брат вообще недавно говорил, что очередь аж с перехода идет. Вон там вот вокзал. Быстренько побежали. Стали. Это явно люди стоят. Еще даже не знаем, наш поезд, не наш поезд. Пропустим поезд и просто сядем на наш тогда. Так что стоим, все вещи с нами. Очень даже нормально. Народ, смотрите, мы правильное решение приняли. Поехав автобусом, какая очередь сейчас. Просто все выходят с электрички. Электричка в 21.30 пришла. Мы автобусом в 21.15 должны были приехать. Приехали раньше. То есть уже очередь. И вон там. Ой, меня не видно. Темно. В очередь покажу вам. Еще выходят с перехода. Ну, уже поменьше, но выходят. Так что вот такая очередь. И мы стоим все на электричку на 23.30 в Центр-Сити. Ну, вон, народ, смотрите. Еще. Выходят просто. Наверное, вторая электричка пришла. И в очередь аж оттуда, вот сюда уже, напротив нас просто. Вот очередь стоит за забором. Ну, то есть дофига просто людей. Очень много. Уже приехал наш поезд. Выпускают. И скоро мы уже будем заходить. Фу, народ, только зашли. Ах, мы вещи положили. Ах, мы вещи положили. Ах, мы вещи. Ах, мы вещи еле успели всунуть. Вообще просто наши два чемодана, посмотрите. Просто еле успели всунуть. И то мы один взяли туда, переложили просто. И все это. Вот все места на вагон с дофига просто, с дофига вещами. Блин, просто вот. Это пионерский лагерь, короче. Вот наши места, вагон. И мы сейчас почти еще самые первые заходили. Только всех пропустили немножко там. Маленьких детей, ладно. Ну, конечно, такие здоровые могли очередь поставить. Вот, короче, как мы сейчас поедем. Но чувствую, поедем мы не скоро, потому что еще часа два люди будут остальные заходить. Вы видели, где очень было? Так что, кстати, проводник одна девочка на три вагона. С ними 8 и 9. Поэтому она 8 вагон открыла. И мы все стоим, очередь, чтобы идти. А в первых двух вагонах, где вообще мужики живут. Ну, почему мужика отсюда не поставить? Ну, непонятно, в общем. Я просто чувствовала, что мы тут стоим. Ну, и мы тюкалась сильно при заходе. И при том, что обнаружила, что кто-то уже на наши вещи положил в чемодан. Ну, ничего, дети подъедулись. Едем домой. Субтитры сделал DimaTorzok Мы сейчас будем в бутерброде кушать, да? Покажем бутерброд, который мы купили. С остановочкой в Минецке приехали. Наталка выбирала членовое мясо и сыро. У кого сыро интересует? Это мясо, я думала, это и есть мясо. Это сыр какой-то. Сейчас посмотрим. Сладенький, сладкий. Съесть его не успели, потому что было чем заняться, стоять очередь через половину часа. Мам, мам. Мам. Мам, прикольный. Стоил где-то 13, наверное, с года. 13? По-моему, да. Мясо сыро, сыро гармонирует. У сыра реально много. Сыро просто не длина. Огурца не поклала? Угу. Вообще, я бы еще не жалко. Жадная лечь. Да, жалко. Но, с большинками, не больше. Уже поздно. Доброе утро в украине. Это лучше, чем ничего. Все точно. Приемного аппетита. Ну что, все, наверное, добрались в Киеве. Отознание всего 20 минут. Все круто. Доброе утро.